Ведущая «Давай поженимся» показала, как прическа изменила ее внешность и автор 31.10.2019 немногие помнят, но раньше «Главная сваха страны» Роза Сибитова предпочитала красить волосы ей ярко-красный свет и делать высокие укладки. Впрочем, на этом эксперименты не заканчивались и телеведущая решила вспомнить, как за годы менялись ее прически и поделилась этим с поклонниками. Апостров, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Отметим, что на пару с Ларисой Гузеевой она является одной из известнейших свах на телевидении. Ведущая помогает женихам и невестам найти вторую половину на популярном телевизионном шоу «Давай поженимся». Впрочем, этой передачей жизни Розы не ограничена и нередко она интересуется чем-то новым. С некоторых пор Сибитова ведет собственный блог, где делится с девушками советами, как найти вторую половинку. Также она охотно раздает рекомендации, которые, по ее мнению, могут помочь в отношениях. Не боится 57-летняя ведущая интимных тем. Также Роза трепетно относится к собственной внешности и старается держать себя в форме. На днях она решила показать, как меняла свои прически за последние годы. Популярное телешоу транслируется уже более 10 лет и Сибитова напомнила поклонникам, какой и была в эфире раньше. Первое время Роза предпочитала носить длинные красные волосы, которые обычно завивала в крупные локоны и покрывала лаком. Постепенно оттенок становился мягче, уходя в более рыжий. Впрочем, пышным укладкам сваха не изменяло. Стоит признать, что в итоге они не всегда смотрелись удачно. Прошли годы и Сибитова начала выпрямлять волосы, отдав предпочтение более элегантной прическе, собирая волос в пучок. И вот некоторое время назад телеведущая перешла на шоколадный оттенок волос. Если раньше сваху регулярно критиковали за ее образ, то сейчас большинство подписчиков довольны таким преображением, отмечая, что выглядит она лучше, чем когда-либо. Своим мнением комментаторы поделились под новым постом розы. Апостров закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.